После того, как трейдеры узнали о темпах роста потребительских цен в США и Европе, внимание рынка переключается на статистику из Великобритании, где довольно долгое время публикации отчетов игнорировались в ожидании итогов голосования в парламент. Итак, какие именно события будут формировать торговые настроения на следующей неделе, об этом в нашем очередном видеокалендаре трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ. Но начнут недели трейдеры с изучения отчетов от экспертов Market Economics с предварительными расчетами индекса деловой активности в ключевых секторах крупнейших экономик еврозоны. В частности, максимум внимания будет сосредоточено на показателе по производственному сектору Германии. Ожидается продолжение подъема индекса. Да, значение, скорее всего, останется ниже пограничной отметки в 50 пунктов между спадом и ростом. Но, тем не менее, трейдеры будут позитивно реагировать на информацию о замедлении сокращения производственной активности локомотива европейской экономики. И вот во вторник начнется поток макроэкономической информации уже из Великобритании. Покупатели найдут повод для продолжения котировки фунт-доллар вверх в содержании отчета по состоянию британского рынка труда. Согласно прогнозам, следует ожидать сокращение числа новых заявок на пособие по безработице. Скорее всего, за ноябрь будет зарегистрирован прирост недрудоустроенных на 20 200 человек. Но уже в среду британская экономика начнет посылать сигналы бедствия, которые рынки наконец-то должны услышать и заложить в котировки. Готовится к публикации отчет по потребительской инфляции, и он снова зафиксирует несоответствие целевым значениям Банка Англии, установленным на уровне 2%. Хотя месячный прирост потребительских цен ожидается в 0,2%. Напомним, в октябре аналитики ожидали снижение цен на 0,1%. Тем не менее, фактические данные оказались хуже прогноза. Вполне вероятно, что и ноябрьское значение не дотянет до ожидаемых значений, и тогда стоит ждать нисходящей коррекции котировки фунт-доллар. Помимо перечисленных событий, стоит обратить внимание и на следующий поток информации. Понедельник даст старт торговой недели с данными по промышленному производству Китая и отчетами с предварительными расчетами индексов деловой активности в ключевых секторах крупнейших мировых экономик. Во вторник нас ждет публикация протокола с последнего заседания Резервного банка Австралии, а также характеристик состояния строительного и промышленного секторов США. А в среду внимательно изучаем отчет от экспертов АФО по настроениям в деловой среде Германии и данным по инфляции в странах еврозоны и Канады. Вы смотрели календарь Форекс Трейдера на канале ИнстаФорекс ТВ и с вами была я Екатерина Стихина. Желаю вам профитных сделок!